Генеральный партнёр программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнёр программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Всё включено по-кубански. Анапские пляжи, как и все пляжи региона, станут зоной бесплатного интернета. 9 лет на страже детской безопасности. Анапским подросткам нетривиальным образом напомнили о пунктах закона 1539. Не надо изобретать велосипед, его можно купить, причём по приемлемой цене. А где именно и как выбрать – расскажем. Сегодня состоялась вне очередная сессия Совета муниципального образования «Город-курорт Анапа». В её работе приняли участие заместитель главы администрации Краснодарского края Юрий Бурлачко и директор краевого департамента внутренней политики Алексей Копайгородский. На согласование депутатскому корпусу была предложена кандидатура Юрия Фёдоровича Полякова для утверждения в должности первого заместителя главы города-курорта. Открывая сессию, председатель Анапского парламента Леонид Кочетов уведомил депутатов. Совет муниципального образования «Город-курорт Анапа» согласовывает кандидатуру лица, рекомендуемого на замещение должности первого заместителя главы города-курорта Анапа. Вице-губернатор Юрий Бурлачко в своём выступлении отметил. Ввиду того, что Сергеев Сергея Павлович участвует в избирательной кампании, возглавляет региональную 29-ю территориальную группу, и в этой связи ушёл, как это требует законодательство, в отпуск. Но жизнь не останавливается в муниципалитете в этой связи. Пик курортного сезона, проблемы, которые у жителей Анапы были, есть, и, к сожалению, может быть, ещё и будут, они остаются, их надо решать. Поэтому было принято решение для усиления административной команды муниципального образования предложить депутатскому корпусу для согласования кандидатуру Юрия Фёдоровича Полякова. Вы его прекрасно знаете, человек, который и поселение возглавлял, был главой Благовещенского поселения длительное время, и заместителем главы администрации работал достаточно успешно. Сегодня, ну, не просто это решение губернатору удалось, потому что Юрий Фёдорович на своём месте, он опытный управленец, его в администрации края ценят все. И, тем не менее, такое решение принято. Я думаю, что весь этот опыт, все эти знания, и знания непосредственно территории, а это дорогого стоит, они позволят, не сбавляя оборотов, двинуть и экономику, и общественную сферу на улучшение, чтобы вот все эти изменения, произошедшие, в первую очередь, вследствием стало улучшение жизни жителей города-курорт. Депутаты единогласно проголосовали за согласование на должность первого заместителя главы муниципального образования города-курорт Анапа Юрия Полякова. Юрий Фёдорович поблагодарил за оказанное доверие губернатора Кубани и депутатский корпус. Я хочу поблагодарить губернатора и команду губернатора, которые оказали мне такое доверие. Я очень благодарен за это доверие. Я верю и в то, что то доверие, которое вы мне оказываете, я вместе с вами, мы воплотим это и спроекцируем в жизнь, для того, чтобы жители Анапы могли лучше и спокойнее жить. Спасибо вам всем. Специалисты управления по курортам и туризму продолжают работу по проверке спасательных постов на пляжах муниципального образования на предмет их оснащения всем необходимым для соблюдения правил безопасности на водных объектах. Какие просчеты в этом опросе чаще всего допускают организаторы отдыха на пляжах курорта? Настоящее лето – это когда жарко даже в море, а на хорошем пляже от зноя всегда можно укрыться под теневыми навесами. Звучит музыка, в веселых танцах зажигают аниматоры и полное ощущение комфорта, если очень уютно на территории и ты, как отдыхающий, под неустанным контролем спасателей и фельдшера. Один спасатель, как и положено, дежурит у уреза воды, а второй на посту. Специалисты управления по курортам и туризму проверяют все документы. Ведь бывает и так, что документы в папке одни, а на самом деле на посту дежурит совсем другой человек. Проводим мониторинг технического оснащения спасательным оборудованием спасательных постов, расположенных на наших пляжах. На данный момент нами обследовано порядка 22 пляжных территорий. Проверены документы матросов-спасателей на соответствие, проверено пляжное оборудование на соответствие. То есть это наличие лодки у уреза воды, наличие концов Александрова, спасательных кругов, жилетов, наличие документации, то есть актов технического свидетельства ГИМС. За два последних дня обследовано почти 40 пляжей курорта. На золотых песках идеальный порядок, но нарушения в оснащении пляжей повторяются. В чем же они заключаются? Часто повторяющаяся ошибка, скорее всего, это человеческий фактор, это лень, порой лень работников пляжа заниматься в момент открытия самого пляжа, утреннего, не то что уборкой, а именно оснащением его предметами спасения. То есть первым делом, когда спасатель открывает пляж, а именно 8 часов, согласно графикой штатного расписания, они прежде всего должны установить и обеспечить пляж, то есть вынести лодку у уреза воды, оснастить ее веслами, концами Александрова. То есть всем чем, ну, обыкновенная лень или усталость, на которую они ссылаются, либо замороченность, то, что руководители говорят, что сперва нужно навести санитарное состояние, что тоже порой не совсем правильно, потому что спасатель должен заниматься своими прямыми обязанностями, это, еще раз повторюсь, обеспечением безопасности на водном объекте. Море не прощает ошибок, жизнь это не раз доказала, ну а на пляже золотых песков отдыхающие в полной безопасности. Скоро анапские пляжи станут еще более привлекательными для туристов. Уже в этом году на Азово-Черноморском побережье начнется работа по обеспечению свободного доступа к интернету по беспроводным сетям. Документы о сотрудничестве в сфере развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края сегодня заключили Министерство курортов региона и ООО «Связь Ресурс Кубань». Бесплатный Wi-Fi в этом курортном сезоне появится на пляжах Эмеретинского курорта, Джубки и поселка Ольгинка. Затем беспроводные технологии станут доступными и на других курортных территориях, в том числе и в Анапе. В планах до 2019 года покрыть бесплатным интернетом все морские пляжи Кубани, а это около 500 территорий. По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, внедрение бесплатных дополнительных услуг станет еще одним конкурентным преимуществом, что положительно отразится на имидже курортов региона. На днях в Анапе отметили девятую годовщину со дня вступления в силу краевого детского закона номер 1539, благодаря которому юные жители Краснодарского края находятся под присмотром. При этом многие из них признают, что сегодня ночью на улице темно и скучно, а дела развлечений достаточно и дома. Я вам хочу сказать, что у нас в Анапе инспекция по делам несовершеннолетних работает очень и очень серьезно. То есть даже мы, библиотека, мы ежемесячно получаем списки таких детей, которые охотятся на особом контроле. Они учатся у нас в разных школах города, техникумах, колледжах. И мы с ними ведем точно так же активную работу. Читателям детской библиотеки рассказывают о том, что за 9 лет работы закона уровень подростковой преступности в крае снизился в два раза. Напоминают, что детям до 7 лет вообще нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых. В 10 вечера все, кому не исполнилось 18, должны быть под присмотром. А до 14 лет находиться вне дома одним можно до 9 вечера. Такие летние площадки действуют по всему муниципалитету. К ним прикреплены вожатые. Елена – одна из них. Девушки уже не 14, но еще и не 18. Также можно днем гулять, ночью, я не знаю. Есть такие люди, которые, я думаю, бывают даже некоторые друзья, такие, пойдем там погуляем ночью, это круто. Да, может быть, это какие-то огни, фонари, либо какая-то там тусовка. Но я больше люблю семейные остановки. Специалисты молодежного центра 21 век напоминают юным анапчанам о важном для них законе. Проверяют знания с помощью небольшой викторины. Днем, когда хочется много времени проводить на улице, здесь футбол, бадминтон и другие игры. Инвентарь приносят с собой вожатые. Виталию Петрову уже исполнилось 14 лет, но он считает, что после 10 вечера на улице откровенно нечего делать. Я читаю книги и в компьютер играю, вообще в приставку на телевизоре. Всегда есть интерес. Многие родители отмечают, что 9 лет назад у них появился дополнительный аргумент. Раньше запрещали они, а теперь закон. Практику краснодарских властей уже не просто изучают в других регионах, но и постепенно берут на вооружение. С появлением новой велодорожки в Анапе легкий двухколесный транспорт становится все популярнее. Кроме практичного и удобного средства передвижения, велосипед является еще и отличным спортивным тренажером. Как не изобретать велосипед, а правильно его выбрать, расскажут наши корреспонденты. Настоящий вездеход, чтобы ездить по песку. Рядом небольшой, складной. Он выдерживает взрослого человека, при этом легко помещается в багажнике автомобиля и не занимает много места в квартире студии. Такой товар не для массового покупателя, но здесь есть и такая техника, причем по весьма приемлемой цене. Люди забыли о том, что на рынке всегда дешевле. По выгодной цене можно взять спортивные велосипеды в районе 10-11 тысяч, где будут, к примеру, даже и дисковые тормоза, и стальная рама, и алюминиевая рама. То есть в эту стоимость можно войти. Целый ряд с велосипедами на все вкусы и для любого возраста. Кроме того, здесь есть место, чтобы попробовать технику на ходу, а это помогает приобрести только то, что необходимо, не потратив лишних денег. Если человек не сел на велосипед и не прокатился на нем, он в принципе не может понять никакие вот эти схемы, ростовки, потому что у кого-то ноги выше, у кого-то руки длиннее, допустим. И даже бывает красивый велосипед, кажется, что он твой, садишься ехать, он тебе не подходит в принципе. Садишься на обычный и он твой. Вот и все. На тот случай, если велосипед уже есть, но он сломался, что тоже бывает, выбор запасных частей. Здесь же их установят или выполнят сложный ремонт. Продавцы отмечают, что после некоторого затишья, связанного с общей экономической ситуацией, покупатель вновь появился, но уже такой, что взвешивает потребности и умеет считать деньги. А торг на рынке всегда уместен. В Гортеатре подвели итоги международного конкурса «Лазурная звезда». На галоконцерте участники выступили со своими лучшими номерами. Победители отметили дипломами. Наивысшие награды Гран-при удостоены три лауреата. Причем двое из них анапчане. Фестиваль «Лазурная звезда» объединил коллективы и отдельных исполнителей из разных уголков России, а также из стран ближнего зарубежья. Всего более 70 артистов вышли на анапскую сцену. Конкурсанты соревновались в пяти жанрах. Вокал, инструментальное исполнение, малые театральные формы, цирковое искусство и хореография. Ксения Сытникова из Свердловска. В рамках конкурса она исполнила сразу три номера – чтение стихотворения и два вокальных. Старалась петь и дать образ именно под эту песню. Кроме диплома лауреата первой степени, Ксения получила и особую награду – благодарственное письмо от отдела МВД России по городу Анапа за вклад в развитие международных отношений. Награда поедет вместе с ней в Луганскую Народную Республику. Вообще проведение конкурса, фестивалей вообще позитивно влияет как на будущее поколение, так и на всех граждан, на всех людей. А на территории Анапы проводится, так это вообще для нас честь является. И, конечно же, самое главное в нашей жизни именно служба полиции – это патриотическое воспитание. Поэтому, выбрав из всех конкурсантов, мы определили, что данная песня служит укреплению взаимоотношений как между народами, как укреплению культуры и, конечно же, патриотическому воспитанию молодежи и всех граждан. Организаторы и жюри отмечают высокий уровень артистов. Коллективы впечатлили зрителей вокалом, сложными хореографическими номерами и цирковыми дрюками. Помимо дипломов, лауреаты получили сертификаты на посещение Кремлевской елки и участие в конкурсе «Вершина успеха». Он состоится в Москве в дни рождественских каникул. Сегодняшний конкурс прошел очень успешно. Я думаю, мы остались довольны результатами. Думаю, что и наши участники остались довольны результатами. Конкурс был очень сильным, поэтому у нас в конкурсе не было даже участников. Каждый ребенок получил какую-то награду. По итогам конкурса анапские артисты завоевали шесть наград. Из них две – гран-при. Организаторы отмечают, что на следующий год вновь планируют провести фестиваль в Анапе. Анапский тяжелоатлет Олег Чен завоевал золото на чемпионате России по тяжелой атлетике. Российский чемпионат проходит в Чебоксарах. Наш земляк участвовал в спортивном состязании весовой категории до 69 килограмм. И по сумме двух упражнений поднял 327 килограммов. Напомним, Олег Чен является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира и двукратным чемпионом Европы. Мы поздравляем Олега Чена с очередным достижением и желаем дальнейших побед. Еще одну победу Анапе принес воспитанник детско-юношеской спортивной школы номер 4 Арама Сипян. Он завоевал золотую медаль спартакиада учащихся России по самбо. Соревнования проходили в Армавире. В них приняли участие почти 180 юношей и девушек со всей страны. Завтра замечательный спортсмен и прекрасный человек возвращается в город, который стал для него родным. На тренировке приветствуют чемпиона. Он в заслуженном отпуске. В своей весовой категории один представлял Краснодарский край. До этого выиграл первенство региона Южного федерального округа. По словам самого Арама Сипяна, он последовательно шел к цели. Было не очень легко. Я выиграл схватки с минимальным преимуществом. Только в финале я явно выиграл. А так схватки тяжело шли. Арам занимается самбо 9 из 16 лет. Тренер Григорий Шахмурадян, родной дядя. Следить за мной. Не отпускает, пропускать. Двойной, всекание. Тренер прекрасно понимает, что родной не убежит никуда. И, соответственно, с ним можно требовать чуть больше. В целом, воспитанники, их родители и тренеры – это одна команда, где важны усилия каждого из участников. Сначала все приходят как на кружок. Через 2-3 года мы как садоводы замечаем, что цветок подрос, и можно, чтобы он еще больше рос. У нас, соответственно, немножко больше внимания. Ну, конечно, зависит тоже от их родителей. Многое. Один тренер никогда ничего, ну, все не успеет. Конечно, молодцы наш родительский комитет. Вот. Все кто-то всячески помогает. Это ряд молодых ребят, друзей, товарищей. Меня оставляют без внимания. Победы, поездки. После выхода из отпуска Арам начнет интенсивно готовиться к первенству России, которое пройдет в октябре во Владивостоке. Новая цель – занять призовое место и войти в сборную страны для участия в международных соревнованиях. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» Любительская «Тавровская» 209, Сосиски «Родионовские» экстра 237, Краковская 529, Тавровские мясные лавки в Анапе, Парковая 93А, Крымская 98, Амелькова 28 И Астраханская 75А По прогнозам синоптиков 4 августа в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем достигнет отметки 35 градусов со знаком «плюс». Ночью немного прохладнее, до 30 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает перебрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова